С кандидатом исторических наук Натальей Винокуровой мы встретились у стен Лавры. В преддверии летнего Сергия она поделилась с нами новостями из-за океана. В 2013 году в Нью-Йорке в Колумбийском университете прошла конференция, посвященная 400-летию Дома Романовых, где историку удалось пообщаться с представителями русских дворянских родов. Узнав, что Наталья из Сергиева посада, они любезно соглашались на интервью. Большинство благородных семей в то время связывали свою надежду на спасение с именем преподобного Сергия. И 20-е годы 20 века известны тем, что очень много дворянских семей решило приехать в Сергиев посад и найти здесь смиренное убежище у стен Лавры. Но мы знаем, что судьба многих из них сложилась очень трагически. Кто-то вынужден был покинуть родину. Представители первой волны эмиграции готовы передать семейные архивы на родину. Им бы очень не хотелось оставлять свои реликвии на чужбине. Когда смотришь на представителей первой волны русской эмиграции, отмечаешь первое, что для них важно до сих пор понятие служения. Это люди открытые к общению, люди, которые очень религиозны, для которых не считается чем-то таким малопрестижным постоять за свечным ящиком, убраться в церкви. Волконские, например, они вообще не дают интервью, потому что считают, что это пиар, который совершенно не нужен человеку верующему и православному. Истории многих дворянских семей связаны с Сергиевым посадом. Это Сарандинаки, Толстые, Алсуфьевы. Известно, что и Трубецкие организовали сергиевское общество. И очень много надежд было связано с именем Святого Сергия, который создал Московское государство. Вот эти чаянии, что время было разбрасывать камни и время их собирать, наверное, к 700-летию Сергия, мы разговаривали о судьбе русских дворянских семей с ними. В Америке Толстые, которые были в родстве с Алсуфьевыми, рассказали Наталье Винокуровой семейное предание. Юрий Алсуфьев, известный искусствовец, всегда интересовался древностями. Его имение находилось рядом с Куликовым полем. Долгие годы он пытался найти крест, с которым Сергий Радонежский благословил войско Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Граф Алсуфьев известен еще и тем, что спас главу преподобного Сергия. Его жене Софье Владимировне часто снился сон в 20-е годы 20 века, что Сергий приходил и говорил во сне, езжайте в Сергий в посад, там будет вам работа. И действительно, Алсуфьев и Флоренский решили сохранить наследие Лавры, переписать все, так скажем, имеющиеся шедевры и сохранить их, и организовать музей. После отъезда Алсуфьевых управляющий имением на Куликовом поле отправился в одно из своих путешествий. К вечеру в сумерке его лошадь выбила какой-то интересный стальной предмет из-под земли. Он наклонился и увидел очень интересный старинный крест. И еще посетовал, надо же, барин находится в Сергиевом посаде, а я здесь такую находку нашу, как бы ему передать. И вдруг по этому полю идет старец благообразный, видно, что богомолец. И старец спросил, а что вы так рассматриваете? Он говорит, понимаете, крест, вот у меня есть барин, он в Сергиевом посаде, он очень хотел найти крест, которым был благословлен Дмитрий Донской. И он говорит, ну хорошо, я иду в Сергиев посад, я передам. В этот же вечер, представьте себе расстояние от Куликова поля до Сергиева посада, Алсуфьевы ужинали, и поздно вечером в дверь кто-то постучал. И открывать было уже страшно, потому что в это время обычно стучались люди с недобрыми намерениями. Двери они открыли, увидели старца. Старец передал им этот крест, и они пригласили его отужинать. Вместе они отужинали и оставили его на ночлег. Утром, когда, говорят, мы встали и открыли дверь, мы поняли, что никого нет. И ставни были закрыты, и замок был не тронут. И мы понимали, что это вот необычное чудо, которое произошло в этой семье. Где этот крест сейчас, никто не знает. Граф Алсуфьев в 40-е годы был репрессирован и расстрелян в Сибири. Его жена была сослана в Казахстан. История этой семьи рассказывает о бескорыстном служении своей родине, ее святыням. Это предание передается из поколения в поколение русских эмигрантов за океаном. Наталья Артемова, Феликс Дорохов, День города. Субтитры создавал DimaTorzok